Уважаемые братья, в прошлую пятницу мы говорили об отношении к родителям, мы говорили, какое должно быть отношение к нашим папе, к нашей маме при жизни после их смерти, и говорили, какая же великая награда ждет того человека, который хорошо относится к своим родителям в этой жизни и в Ахирате. Сегодня бы хотелось бы поговорить, и Аллаху Алям считаю, что это актуально сегодня, в сегодняшние дни, потому что сейчас каникулы начинаются у детей, у многих у нас есть дети. Какое же должно быть отношение к детям со стороны родителей? То есть бывает такое, например, так же, как бывают родители, иногда приходят к маму, к мечети, говорят, что наши дети несправедливы по отношению к нам. Бывает тоже, встречаешься с молодыми ребятами, братьями, сестрами, когда общаешься с ними, говорят, родители наши жесткие по отношению к нам, родители притесняют нас. Сейчас бывает, Субханаллах, такое, вроде как мусульманская семья, отец заставляет свою дочку снять хиджаб. Если видишь, что его сын читает намаз, значит, он какой-то радикальный стал, какой-то фанатик исламский стал. Если видишь, что его сын читает намаз, в тот момент, когда он делает дуа, просит своего отца дуа, за свою маму просит дуа, нет, ты должен оставить. И потом видишь, Субханаллах, как тяжело становится. Бывает, из дома их выгоняют. Они приходят и спрашивают, как мы понимаем, что мы должны хорошо относиться к родителям. Но если вот такая ситуация, как поступать, что делать? Если мой намаз не нравится моему отцу, если мой хиджаб не нравится моей маме, как поступать? И вот дабы, чтобы таких ситуаций со стороны родителей не было, я хотел бы посмотреть, какое должно быть отношение к детям с точки зрения ислама. В первую очередь, мы должны знать то, что Дети наши, это как милость Аллаха, так же это Амана. Амана — это то, что Аллах нам с вами доверил, уважаемые братья и сестры. То, что Аллах, Субханаллах, доверил нам. Поэтому сейчас, когда начинаются даже летние каникулы, хотел бы самому себе сказать всем нам, чтобы еще раз пересмотреть наши отношения к нашим детям. И как мы должны, как пророк Мухаммад, Субханаллах, относился к своим детям, к своим внукам, хотел бы это напомнить нам. Если они праведные, если дети праведные, то это самая великая милость, которая Аллах, Субханаллах, одна из великих милостей, которую Аллах, Субханаллах, для себя даровал. В хадиве, в котором Раваху имам муслим, пророк Мухаммад, Субханаллах, сказал, «Ида мата ибну Адам, инката амалюху илля мисталат». Когда человек умирает, покидает эту жизнь, уже обратно вернуться не может, книга его деяния закрывается. Субханаллах, у нас книга деяний, каждый день мы можем сделать благие деяния, почитал намаз, тебе записалось награды, продержал пост, делал садака, улыбнулся в лицо своего брата, дал какой-то совет. То есть постоянно ты можешь, пока ты живой, делать благие деяния. Люди ушли из этой жизни, все, они не смогут благие деяния сделать, книга их деяния закрывается. Но есть три категории людей, у кого книга деяния открыта. То есть они в могилах, как будто они делают благие деяния, как будто они дают садака, как будто они постятся, как будто они молятся. Награды им записываются, будучи в могиле. Первое — это кто оставил после себя садака туль-джария. То, кто после себя оставил садака, милостивную, которую приносят людям пользу. Построил мечеть, построил мадраса, проложил дорогу. То есть то, что приносит людям пользу. Второе — вторая категория людей. Тот, кто после себя оставил полезные знания, которые приносят людям пользу. Оставил учеников, написал книгу. То есть те знания, которые людям приносят пользу. И третье — то, кто после себя оставил праведных детей, которые делают за родителей дуа. Субханаллах, ты, брат мой, воспитал своих детей праведно. Ты воспитал своих детей, аль-хамдуля, в поклонение Аллаху, ты ушел из этой жизни, но твоя книга, писание, благих дел записывается. Ты в могиле ничего не делаешь. И ты, аль-хамдуля, видишь, как Аллах, субханаллах, приумножает твои благие деяния. Также Аллах, субханаллах, сказал, что дети — это украшение этой жизни. Зинат уль-хаяти дуния. Несмотря на то, что дети — это милость, несмотря на то, что дети — это красота, это жизнь, но это также аманат, это также то, что Аллах доверил нам, и мы должны правильно воспитать своих детей. Аллах, субханаллах, в Коране, говорит, То есть Аллах, субханаллах, приказывает вам, приказывает вам, что вы правильно, хорошо относились к тому, что доверил вам Аллах, субханаллах, субханаллах, то, что Аллах, субханаллах, доверил вам, вы должны не подвести Всевышнего Аллаха, субханаллах, субханаллах, не дай шараф, когда Аллах, субханаллах, говорит, обращение почета. О верующий, значит, Аллах ко мне обращается, к тебе, ко всем нам. Не предавайте Аллаха и его посланника. Тогда вы предадите то, что Аллах, субханаллах, доверил вам. То есть, Аллах, субханаллах, приказал нам оберегать свои семьи от наказания ада, не предавая Аллаха, субханаллах, в этом аяте. Аллах, субханаллах, говорит, О верующие, оберегайте себя и свои семьи, своих супруг, своих детей от ада. То есть, воспитайте их должным образом, воспитайте их правильно в исламе. Если в этот момент человек читает этот аят, приказ Аллаха, оберегай свою семью, оберегай своих детей от наказания ада, и неправильно их воспитает, не дает им неправильное воспитание, то тогда он предает Аллаха и посланника. Тогда он предает Аллаха, субханаллах, и посланника. касательно в этом аяте, не предавайте Аллаха и посланника, то есть в контексте детей призывайте их к поклонению Аллаху, и также будьте примером в поклонении, показывайте, как нужно поклоняться своим детям. Прок Мухаммад сказал, обучайте своих детей намазу, когда им 7 лет, не когда он станет балигом 15 лет, все, он приходит к тебе, говорит, папа, я стал балигом, ты говоришь, что, сынок, читай намаз, папа, я не умею читать намаз, как нужно читать намаз? С детства приучай ребенка читать намаз, приводи его с собой на джума, аль-хамду-лядь, днем, когда есть, особенно на каникулах, там 7 лет твоему сыну, дочке, обучи, идем, сыночек, намаз почитаем, в игровой форме, сынок, как я тебя сильно люблю, как мы с тобой сейчас играли, в футбол вместе играли, но я хочу также с тобой в раю играть, а что, в рай попасть, надо намаз читать, пойдем вместе намаз почитаем, в такой форме призывай их с детства, когда им 10 лет, исполнилось пророку Мухаммаду, сказал, бейте их, не избивайте, уже строже относитесь к ним в вопросе намаза, и разделяйте их в постелях, мальчику с девочкой, в 10-летнем возрасте, вместе в одну постель не ложите спать, говорит пророк Мухаммаду, был такой, сейчас есть шейх Саад Асчастри, он один из больших ученых, советник короля Сауды Скарави, его отец был большим ученым, шейх Насар Асчастри, их дедушка Абдул-Азиз, и вот рассказывает один из братьев Абдул-Азиз, брата шейха Саада Асчастри, в наши дни, говорит, как меня папа приучил к намазу, когда мы были детьми, на летние каникулы он брал нас вместе с собой, уезжал из Аррияда в Мекку, в Медину, говорит, хотите со мной на машине поехать, возьмите с собой учебники, будем повторять уроки по дороге, и мы, говорит, останавливались на даче, там у родственников, играли всю ночь дети, футбол играли, на утренний намаз, мы собирались, намаз читали, после утреннего намаза ложились спать, в один момент, говорит, брат шейха Саада Асчастри, сын вот этого шейха Насара Асчастри, мы были 7, 8, 10 лет вот таким возрастом, я пропустил утренний намаз, и папа меня встретил, мне так неудобно было ему в глаза посмотреть, то, что меня не было на намазе, он мне задал вопрос, ты не пришел на утреннюю молитву, я опустил глаза, и он мне такие слова сказал, сейчас этот пересказывает, отец уже его умер, ему за 50 лет пересказывает эту историю, мне тогда было 7-8 лет, но это навсегда зашли слова в мое сердце, ты пропустил намаз, и он мне такие слова сказал, не начал меня ругать, не начал меня бить, я буней, о сыночек, он говорит, знал, как я люблю своего папу, твой намаз, знай, он для тебя, твой намаз ты для себя читаешь, однако твой намаз поможет мне в судный день перед Аллахом, как поможет, праведно воспитал своего сына, их деяния, которые они делают, обучили их родители, им награда идет в судный день, твой намаз для тебя, но твой намаз поможет мне в судный день, после этого я никогда не пропускал намазы, даже будучи ребенком, говорит, шейх Абдул-Азиз. Также, в судный день Аллах будет спрашивать человека, за то, что он ему доверил. Борок Мухаммад, салаллаху алейхи ассалям, сказал в хадисе, мутафақын алейхи, который приводится в Исахеин Бухаре, в Исахеин Муслим, каждый из вас в этой жизни пастух, и каждый из вас отвечает за то, что Аллах ему доверил. Правитель, он пастух своего народа, отвечает за них. Мужчина пастух своей семьи, и отвечает за свою семью. Супруга, она пастух в доме мужа, и отвечает за это. Каждый из вас пастух, и каждый из вас отвечает за то, что доверил ему Аллах. А если человек недолжным образом, небрежно отнесся к тому, что Аллах доверил ему, то его ждет болезнь наказания в судный день. Его ждет болезнь наказания в судный день. Пусть это, если даже работа, которая ему аманат, работа, которая твоя должность, аманат, дети, аманат, супруга, аманат. Если человек небрежным образом отнесся к учебе, аманат, то тогда его ждет болезнь наказания. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи в салам, сказал в достоверном хадисе, который приводится также в сахихе-бухари, в сахихе-муслим. Если Аллах доверил какое-то, что-то своему рабу, но он небрежно отнесся к этому, и обманывал то, что доверил, именно в соотношении, в соответствии с тем, что Аллах, салаллаху алейхи в салам, доверил, он обманывал, небрежно отнесся к этому. Если он умрет, то этому человеку Аллах запретит рай. Рай по отношению к нему будет запретным, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи в салам. И каждый ребенок, мы знаем, рождается по природе, рождается безгрешным, мусульманином. Потом уже, как в Асахии приводится в достоверном хадисе от Абу Хурейр, каждый ребенок рождается по природе единобожником, потом родители из кого-то делают идолопоклонников, кого-то делают иудеями, кого-то делают христианином. Но каждый рождается единобожником, сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи в салам. Потом прочитал Абу Хурейра Ая «Фитрата Аллахи лати фатараннаса алейха». То есть это та природа, которую Аллах, субханнах, заложил в людях изначально. Вот это ухид, единобожие.